Начнем консультацию, какие есть вопросы. У нас есть список непосредственно вопросов к экзамену, и вы сказали выбрать любые два и полностью на них ответить, и тогда мы получим непосредственно хороший балл. Нет, не полностью на них ответить. Как можно ответить полностью? Исчерпывающим. Как можно исчерпать? Познание бесконечно. Нет, ну, ответный вопрос. Надо написать две странички на каждый вопрос, надо ответить кратко, не исчерпывающим образом, а кратко и самое главное. И на эти две странички должны быть правильно оформлены, чтобы я видел там, что написано, и мог там делать замечания. То есть они должны быть с полями соответствующими, и строчки должны быть не налезать одна на другую, чтобы можно было там поправить что-то. И вы должны за эти вот то, что вы написали, за это отвечать. Поскольку если вы там напишите то, что чему-то не соответствует, то я буду задавать дополнительные вопросы. Естественно, по всему курсу. Экзамены у нас по курсу социальной философии. А любимые вопросы даны для того, чтобы поставить вас в тяжелое положение. Потому что если вы не можете на любимые ответить, тогда закрадывается такая мысль, что тогда касается других вопросов, тем более вы их не знаете. Поэтому если вы тут не стремитесь к исчерпанности, а стремитесь к тому, чтобы то, что вы тут написали, что вы это все понимаете, вы это знаете, что это так. И за это отвечаете. Понятно, да? Суть вопроса заключается в том, что если ответы будут действительно краткие, то есть они правда будут небольшими, на два вопроса. Это вся информация, которая есть, которая могу... Это не информация, это просто упорядоченность. Поэтому от вас не информация требуется, а знание. Потому что 2.17.28.43 это тоже информация. Он передал ее. Приняли? Да. Вот, повторите. 2.17.43. Нет, 48.33. Что вы искажаете информацию? То есть у нас задача не передача информации, у нас задача в том, что вы приняли от меня информацию, когда я читал лекции, потом эту информацию у меня... Не в этом же дело. У нас задача движения к истине или передача к информации? Вы к истине двигаетесь, нет? Стараетесь поддвигнуть истину? Истина это что? По чуть-чуть. Истина это что? Если заняться, я не подъеду. Или? Нет, это уже допрос. Ну или я вообще вопрос не задал вам. А вы как-то злобно настроены, агрессивно. Хорошо, что это не экзамен. Потому что агрессивное настроение на экзамене не в пользу дающего. А ну на консультации это пожалуйста. То есть сейчас вы должны разрядиться на консультации. Я думаю, вы для этого пришли. Так вот, какое понимание истины? Два есть понимания истины. Связано... А ваше понимание связано древнее, самое древнее понимание, которое идет еще от Аристотеля. А у Гегеля есть еще и другое понимание истины, которое связано с преобразованием мира. Человек преобразует мир? Да. Но раз он мир преобразует, так вот истина тут как проявляет себя в этом случае? С чего начинается преобразование мира? С предмета или с идеи? Вы что такое идея знаете? Это допрос. Это уже допрос. Идея что такое? Идея это то, что отвечает на вопрос, что я делаю. Ну, так если отвечает, то есть это такая мысль, которая направлена на реализацию этой мысли. Так вот истина вашей мысли или нет, это как проявляется? Или в чем истинность вашего вот этого действия созидательного? В чем? Что чему соответствовать должно? Ну, если у вас только вопрос, что делать, а вы что-то делать собираетесь? Ну, то если собираетесь что-то делать, вот то, что вы сделали, в каком соотношении находится с вашей идеей? Ну-ка, раз у нас запрос. Вот вы собираетесь приходить на экзамен пятна сучка? Да. Собираетесь. Сдавать собираетесь? Да. Так вы собираетесь двойку получить? Нет. А чего хотите его получить? Отлично. А отлично, это истинная идея? Истинная или нет? Ну да. Ну, если истинная, надо подготовиться так, чтобы получить отлично. То есть надо, чтобы ваш результат соответствовал идее. В первом случае, который мы разбирали, чтобы мысль соответствовала чему? Бытию. А здесь, вот тому бытию, чтобы ваша сдача соответствовала вашей идее, получить отлично. Видите разницу? Это прямо противоположная формулировка. В соответствии от того, что будет происходить, идея. Вот это будет ваше истинное поведение. А пока у вас не истинное поведение. Почему не истинное? Потому что вы не знаете вот этот второй вариант истины. Это очень важно. Это связано с диалектическим материализмом, вообще с преобразующей деятельностью человека. Ну, сначала, вот как вы считаете, вот этот дом, в котором мы находимся, это дом, дом, он, прежде чем он был построен, была идея? Да. Ну, только идея была правильная, что потолок выше, чем пол. Да. Ну, вот, когда построили, посмотрели, да, вот получилось истинное. Соответствует это строительство тому замыслу, который был у архитектора. Да. Так вот, соответствие результата идеи, и это истина. Уже не идея, не мысли бытию, не мысли предмету, а именно предмета уже той мысли, которая была преобразующей мыслью. Мысли бывают разные. А мысль о том, что у нас потолок белый, это идея? Идея или нет? Ну, уже белый, да? Здравствуйте, молодой человек. Вы еще рассказали мне, идея это что? А что отвечает на вопрос, что сделать? А то, что потолок белый какой-то, на какой вопрос отвечает? В каком он свете? Ну, так вы где-то там, между собой это разберете? Я просто хочу записать определение. Вы понять должны, усвоить, а вы только хотите записать. А? Вы хотите записать, а надо понять. Надо понять. А вы хотите просто записать. А вы хотите просто записать. А как, говорит, я могу понять, если я не записываю? Когда поймешь, тогда и запишешь. Вы свое понимание записываете или что я сказал? То, что я сказал, вот, записывается. Видите, у меня все записывается. Думаете, это истина? Почему не истина? Почему не истина? Да, она записывается. Ну и что, что записывается? Думаю, это действительно происходит. Вам-то нужно, чтобы это у вас в голове было, а не в аппарате. Вы понимаете, куда записывается? Вам в голову оно не записывается. Но вы потом поможете посмотреть, оно выйдет раньше, наверное, чем будет ваш экзамен. Посмотреть еще раз, повторить. Но она вот здесь должна быть записана. Вот я стараюсь. Так надо привыкнуть к тому, что вот когда вот кто-нибудь говорит, это и записывать. А вы где-то сначала смотрите бездвижно, а потом начинаете записывать. Это вот говорит о том, что у вас недостаточно аппарат развит исследовательский. Надо успеть записывать. Все люди, вот журналисты обладают таким свойством. Вот, скажем, записывать на магнитофон, они записывают. Но все журналисты профессиональные, не обратили внимания, нет? Они с блокнотиком и записывают. Что они записывают? Все записывают, думают? Нет, они записывают в свое понимание. Тут же вот, пока говорится, они записывают главное. А вы все хотите записать? Все вы не успеете записать. Вы должны записать самое главное. Всего-то нужно записать, что истина во втором смысле – это соответствие предмета, идеи, созидаемого предмета, идеи. И всё. А что тут записывают? Это два слова. А вы так долго записываете. А что так у вас? Медленно двигаются руки? Только хотел это и написать. Тихо, тихо. Значит, молодой человек, вам всю жизнь будет кто-нибудь мешать. То есть надо привыкать. Ну как вы думаете, нашим военным с 1941 по 1945 год продвижение к Берлину очень мешали немецкие войска. И всё равно мы продвинулись в итоге и совершили победу. Вот. Вы же должны действовать в условиях помех. Вы же конфликтолог или нет? Ну так конфликтолог всё-таки, глядя. Ну так если конфликтолог, ну так конфликтуйте. Только не только со мной конфликтуйте, вы ещё конфликтуйте и с собой. Конфликтуйте с собой по полу. Да, то есть вы должны себе сказать, у вас есть внутренний нравственный закон. Как он называется? Как называется? Что, не знает? Внутренний нравственный закон. Как называется? Да ладно, мораль, мораль. Совесть. Вон, у неё есть совесть, она знает. А у вас? Вот честное признание, совести нет у вас. Значит, совесть, совесть, что должна быть? У вас ведь как зовут? Совесть. Он говорит, Андрей, ну что ты не записал? Ну что, тебе трудно было записать, Андрей, такую штуку, что истина – это соответствие предмета, понятию. Вот когда добиваетесь вы соответствия, это тоже разговор об истине, это тоже понятие истины, но уже в плане созидания. Потому что есть идея отражения действительности. Это называется фейербаховский созерцательный материализм. А у Маркса и его последователей не созерцательный материализм, а диалектический он, конечно, созерцает, но на этом не заканчивается дело. Не просто здесь люди стояли и рассуждали, а хорошо бы здесь построить здание, вот этого гостиного двора. Это гостиный двор, похоже, да? Судя по архитектуре. Хорошо бы здесь, сидя тут, как мы сейчас с вами сидим, и говорим, а хорошо бы, чтобы здесь был бы построен гостиный двор. Нет, они, значит, сделали проекты, по этому проекту и построили. Говорят, Монферран, это тот человек, который строил, или тот человек, который идею разработал? Монферран хоть один кирпич-то бы положил на строительство Исаакиевского собора, я сомневаюсь. А то, говорят, Монферран построил. Наверное, ему тяжелее всего было поднимать эти колонны там, видите, какие тяжелые. Андрей, вот вы бы смогли поднять такую колонну? Нет, я бы не смог. Поэтому я думаю, как тяжело было Монферрану построить. А эти все, которые строили, как бы не в счет. В известном смысле, не в счет, в том смысле, что не их идея. Или Растрелий построил Смольный собор. Он строил или нет? Что он сделал? Он идею, но он идею дал. Не в том, что давайте построим. Хорошо бы построить собор. До таких идей мы с вами можем гораздо больше, чем Растрелий и Монферран вместе взятый. Мы их можем выдавать каждые две минуты, такие идеи. Хорошо бы, хорошо бы, да? Хорошо бы вы уже сейчас имели отлично уже за это. И не надо 15-го приходить. Это же хорошо. Хорошо же. Ну, хорошо. Вы что не присоединяйтесь? Все вы должны одобрить. Только о вас идет речь, а о них-то нет. Вы говорили, что это допрос. У нас уже с вами тесные отношения, а с ними пока формальные только отношения. А мы уже постоянно на связи. Мы уже скоро будем на «ты». Так что вот это нужно и для практики. То есть человек должен, вот когда он слушает что-то, вот, вы говорят, цепкость еще мысли. То есть вы не все записываете. Если я записываю, я превращаю себя в магнитофон. Вы что, магнитофон? Вы что, флешка? Вот то, что я буду говорить, вы записываете будете такое. У вас там такой диск, ну, нет. Вы должны сразу вот то, что я говорю, вы анализируете. Это ерунда, это понятно, это я и без вас знал. А это вот существенно. Раз, зафиксировали. Что в итоге мы зафиксировали? Истина во втором смысле – это соответствие. Вот. Ну, вот и все. Но вопрос мы с вами разобрали. На вопрос ответили. Какой следующий вопрос? Народ запугали меня, что что-то молчат. Ничего с ним не произошло. Нормальный человек выглядит. Он потом выйдет на бой. Это вы упадете. А он уже опытный человек, он уже выстоял, и он не упадет. Ну, как можно? Он закаленный уже. В бою. Он полемист. А вы молчат. Он же конфликтолог. Мы с ним конфликтуем. Немножко так. Настоящий. На самом деле тут конфликта нет. Это что у нас? Полу конфликт или спор? Спор. А вот когда сила аргументов меняется аргументами силы, кто это может так поступать на экзамене? Беда в том, что у нас полное неравноправие, это ужасное какое-то. То есть, вот вы приходите, все говорите хорошо, а мы раз-два. Ну, что это такое? А вы спрашиваете, почему? А я и не разговариваю. Потому что на экзамене я не обязан рассказывать, почему. Раз-два и все. Все, берите за счетку, уходи. Это чистый конфликт в чистом виде. Причем конфликт с известным результатом. В этом конфликте побеждает что? Ну, как во всяком конфликте, сильные побеждают. А кто у нас? Откуда у нас сила у меня? А так я от университета. А вы как бы вот еще так, в таком положении. Вы же сами сказали, вы в становлении. А я на личное бытие. Кто вы сильнее? На личное бытие или становление? Ну, вот. Оно может превратиться в становление тоже бывает в таких случаях. Так, ну давайте следующий вопрос. Что, нет больше вопросов? А если, допустим, вопрос звучит, как история и культура в списке, предлагаемого к взаиму, а в конфликтах есть только определение истории, культуры, небольшое сравнение, то будет достаточно или можно еще как-то? Ну, вам додуматься надо. Вы определение истории знаете, определение культуры знаете. Вы можете сопоставить, можете, как они связаны между собой. Это вам надо показать, что вы можете самостоятельно мыслить. Вы можете связать два определения и показать, какое место занимает культура в истории и какое отношение к понятию культуры имеет история. Ведь что такое культура? Скажите, пожалуйста. Культура – это весь накопленный опыт человечества в материальном и материальном смысле. Ну вот, это накопленный опыт человечества. Раз накопленный опыт, значит, надо всю историю просмотреть, правильно? То есть, это опыт накопленный за всю историю человечества. То есть, когда мы говорим о культуре, то мы берем один из моментов истории. Ну, всей истории человечества. Все что. Весь накопленный опыт берем. Это очень важно. И наоборот. Если мы берем историю, можно историю рассмотреть без культуры? Не, рассмотреть-то можно, но это будет ущербное рассмотрение, правильно? Потому что история охватывает все стороны жизнедеятельности человечества. Все. И культуру, и экономику, и науку, да? И производство. Поэтому, если вы берете историю, как самое широкое рассмотрение, что такое история? А история что такое? Что изучает современность, как опыт, ну, путешествующего развития человечества? То, что изучает. Почему это опыт? Ну, как результат путешествующего. Ну, что как вам, все равно. Если только опыт, то это у вас культура. А вы, а я спросил историю, вы мне опять даете культуру. Тогда получается, что вы не знаете, что такое история, знаете только культуру. То есть вы человек культурный. Я говорю, это человек культурный, я кроме понятия культуру не знаю ничего. Бог, так это выглядит культурность тогда. Так все-таки история это что? То, что изучает современность, как результат пришествующего. Да как результат. Ну, значит, все надо. А если как результат, надо все взять, правильно? Вот вы являетесь результатом пришествующего развития человечества? Я помогаю. А? Да или нет? Да. Ну, ясное дело. Так. Хорошо. Еще вопросы? Вот у нас есть новые, свежие, незапуганные люди, они могут задать вопросы. Когда говорится о стадиях или фазах формации, одной, в одной какой-то формации есть различные фазы. Вот у капиталистической формации какие фазы? Капитализм вам знаком? Да. Мы сейчас в каком строе находимся? Какой общественно-экономический строй в России? Какая формация? А? Че так, это тихо что? У вас какие-то сомнения есть? Да. А какие у вас сомнения? Думаете, не рабовладенели сейчас, да? Спросите, точно капитализм. А? Капитализм, точно капитализм. Ну, капитализм. Ну, а че вы так скромно? Ну, капитализмическая, общественная, экономическая формация. Или какие-то сомнения есть? Или коммунистическая сейчас? Рабовладельческая. Рабовладельческая. Может быть, да? Кто рабовладелец? Гзоминатор? Нет, государство. Государство? Государство рабовладелец. А где такие были? Были такие общества, где государство было рабовладельцем? Не было таких обществ. Государство создает класс господствующий. Прежде чем создается государство, сначала имеется класс, который эксплуатирует работников каких-то. Так? Вот сначала есть класс рабовладельцев. И вот этот класс для того, чтобы не разбегались рабы, и для того, чтобы они работали, и для того, чтобы их ловить, этих рабов, если они убегают, и возвращать хозяину. Для этого создается что? Государство – это что? Собственник. Это что такое государство? Что выше, класс или государство? Государство выше класса? Господствующий класс выше государства или государство выше господствующего класса? Кем создается? Ну, так если оно господствующим классом создается, так же. О чем разговор? Как может быть государство собственником в этом смысле? Всего и вся. Вот господствующий класс как решится? Что это в государственной собственности? Что такое государственная собственность в классовом обществе? Это частная собственность господствующего класса. Частная собственность. Потому что частная собственность – это такая собственность, которая не принадлежит всем членам общества. Она всем членам общества точно не принадлежит. Если это государственная собственность, то это частная собственность класса, допустим, рабовладельцев или класса. Я дал. Ну сейчас какая формация? Капиталистическая. Она имеет сколько фаз или стадий? Это все равно. Фазы или стадии. Кто больше любит электротехническую терминологию, для него фаза. А кто такое стадийное развитие, больше нравится ему такое, понимаем? Ну стадия. На какой стадии мы находимся сейчас? Капитализма. Вы, Андрей, на какой стадии капитализма находитесь в конце концов? Отвечаете или нет? И опять скажете допрос. А? У нас тренировочный сейчас допрос. Хорошо, как чувствуется напряжение. Да. На какой стадии он находится? Ну вы-то иногда, вы за себя отвечаете, вы где находитесь? На Луне? Нет. Ну так где вы находитесь? На какой стадии находится общество, в котором вы живете? Я же про вас спрашиваю, вы живете? Да, я понимаю. Ну, так еще. Я не буду. Ну кто-нибудь скажет, может Андрею помочь? Вот, наверное, сейчас помогут ему. Вот тут никто не знает, на какой стадии находится капиталистическое общество, в котором мы живем. Вы не знаете, случайно? Нет. Стадии. А? Какой стадии? На какой стадии находится капитализм, в котором мы с вами живем? Вряд ли развитие. А? Вряд ли развитие. Ну, здравствуйте. Что значит, вряд ли развитие? У нас что, капитализм впервые, что ли? У нас уже капитализм второй раз. У нас он переразвитый, наоборот. Когда капитализм в России появился впервые? Когда можно было бы сказать, что Россия капиталистическая? А что это, я спрашиваю, вы не японец? Я про Россию же спрашиваю. Это ваша страна? Так а что вы так делаете, как будто вы здесь на экскурсии? Андрей, ничего, что я к вам обращаюсь, чтобы вы их не трогали уже, потому что они морально ранимые люди. Вы тоже так сначала выступали, как ранимые, но сейчас уже загрубили, так задубили и спокойно воспринимаете так. Держите удар, хладокровно, да. Вы что, свою страну-то уважаете хоть немножко? Ну, так когда у нас капитализм был, можно вас узнать? В России. Я же не спрашиваю, когда капитализм был в Японии, в Эстонии, в Латвии, в Литве, в Черногории. Не спрашиваю про территориальную Гвинею. Я спрашиваю про Россию. Вы из России? Да. Ну, так скажите мне. Ну, считайте, что я этот самый фанат футбольный приехал, вот вас встретил и спрашиваю. Сейчас вот понаедут, будут спрашивать. Мы не знаем, сами мы не местные. Ну, что это такое? Вы местные вообще? Из России вы? Может, после отмены крепостного права? А? Может, после отмены крепостного права? То есть вопрос, то есть, что сначала отменяется крепостное право, или сначала происходит развитие капитализма, и потом отменяется крепостное право? Что вот, по-вашему, первичное, что вторичное, экономика, или вот всякие там правовые вещи, отмены? Экономика. Экономика, когда капиталистическая стала в России? Промышленный переворот. Я спрашиваю, когда? Вы мне говорите, промышленный переворот. То ли я не умею вообще разговаривать, то ли вы не как-то... То есть, что-то у нас как-то не сказано. Я спрашиваю, когда? Вы говорите, промышленный переворот. Я скажу, назовите животных. Вы говорите, дверь. Что мне делать? В каком-то смысле. Ну, что мне делать? Я считаю, у нас очень полезная консультация, потому что лучше мы тут вот сейчас поругаемся. А потом тихо, мирно там, на экзамене такое. Что вы мне такое рассказываете-то? Ну, что я такого плохого спросил? Что страшного? Я спросил, вот вы живете в России, мы живем в России с вами, мы все с вами, как говорил Ельцин, русиане, все тут живем. Так, когда у нас капитализм... Вот уже сказали, капитализм был вот после падения Крепостного фаза. Это уже ближе, так? Еще не далет, но уже ближе. Это уже близко. Ну, я спросил для уточнения. Все-таки экономически надо брать, экономика стала когда капиталистической? Ну, примерно. Ну, с точностью до 50 лет. Нормальный вам интервал? 50 лет туда, 50 сюда. Это в этот интервал каждый здесь присутствующий укладывается. Есть кто-нибудь старше 50 лет, кроме меня? Нету. Это я бы мог сказать, что это, что это, 50 лет, это мало. А вам-то 50 лет. Андрей, сколько лет? 18. 18. Это же, я на 3 могу умножить, 3 на 18, если же будет. 54. Ну, два с куском. Конце 19 века. Вот, к концу 19 века. Вот. Вот человек знает. А какой капитализм был в это время в России? Какие вы знаете стадии капитализма? А? А телосьбову знать. Не знаете никаких стадий? Как вам тяжело. Вот у Ленина есть книга такая, как называется? Империализм, как высшее, что? Не слышали? Стадия капитализма. Империализм, как высшая стадия. Значит, отсюда человек думающий. И, так сказать, вы можете эту книгу не читать. Вы просто название ее прочитали, и вы видели. Империализм, как высшая стадия капитализма. Раз империализм высшая стадия капитализма, то логически можно додуматься, что была и низшая фа. Вот. Видите? Вот это уже очко заработало на экзамене. Значит, была и низшая фаза. Высшая фаза мы уже знаем. Называется империализм. А что такое империализм? Кто-нибудь скажет сказать? А? Никто не хочет сказать, что такое империализм. Будем конфликтовать с теми, кто не знает, что такое империализм. Конфликтовать будем 15 числа насмерть. Кто не будет знать, что такое империализм. Мы же это общество, в котором мы живем. Сейчас в мире империализм? Не только, да? Кроме империализма что еще есть? Ну, часть мира империалистическая, другая часть какая, в которой на разной стадии движения к коммунизму находятся страны социалистические. Социалистическими странами, странами называется не потому, что там построен социализм. Только в Корее есть уничтожена частная собственность, там только общественная, а во всех остальных социалистических странах, то есть во Вьетнаме, на Кубе, в Лаосе, в Китае. Там нет социализма, там нет социализма, не построено. Там есть коммунистический уклад и есть переходный период от капитализма к коммунизму. Вот эта часть мира не империалистическая, а другая часть мира империалистическая. И мы с вами, Андрей, живем при империализме, с чем я вас и поздравляю. Жизнь при империализме складывается так. При Ленине это было так, что вот имеется несколько групп империалистических хищников, крупнейших государств, они грабят весь остальной мир. Сейчас нет этих групп, сейчас одна группа во главе с Соединенными Штатами, они только вот эта группа и всех грабят. Вот против вас санкции введены. Что значит против России введены санкции? Они по вам удаляют или нет? Да. И против вас введены санкции, и против вас. Против того, кто сидит на второй партии введены санкции. Это безобразие. И на четвертую введены санкции. Тоже дошли. А что делать? Что вы можете делать? Это крупные государства. А у нас, мы какая страна? Мы страна, которая является империалистическим хищником или наоборот, мы жертва? Если жертва, то что вы будете делать? Защищайтесь. Вот и защищается. Он, Владимир Владимирович, показывает. Вот у нас это есть для защиты, это есть для защиты. То есть нас пока съесть нельзя. Нас пока нельзя съесть. Но сколько у нас процентов мирового ВВП? Ну сколько мало? Это ваша? Это вы в России живете? Или в Японии? Ну сколько в России составляет мировое? Это вы какую-нибудь мелочь о вас спрашивали? Или это главный показатель? Не знаете? И вы, и сосед тоже не знаете? Как вы собираетесь конфликты разрешать? Такие вещи не знаете? Как это так? Ну это легко же сделать. Вот сейчас вот раз вот, нажал сейчас, при нынешних средствах связи, вот компьютеры, нажал, то есть доля России в мировом ВВП. И получится 1,7 процента. 1,7 процента. А доля Соединенных Штатов Америки в мировом ВВП сколько? Тоже не знаете? Ведема больше. А? Ведема больше. Больше. Ведема. Что это такое за вопрос? Студенты Санкт-Петербургского государства, они где-то близенько, низенько, ну что-то такое точное. Можно сказать, какие-то запомнить вещи? 17 процентов. В 10 раз больше. В 10 раз больше. А у нас сейчас паритет. Так этот паритет можно быстро разрушить при таком соотношении экономических сил. Поэтому нам надо что делать? Встречаться надо с Синьцзяньпином, входить в Шанхайскую организацию сотрудничества, туда звать еще Индию и Пакистан, у которых тоже есть ядерное оружие. Там уже 4 страны с ядерным оружием. Россия, Китай, Пакистан и Индия. И у этой самой группы стран намного больше вооружения, чем у США. Поэтому США не съест такую группу. Вот, Андрей, я могу один съесть, а вот всех у вас, если вы соберетесь, вот съесть уже я не смогу. Рот так, невозможно открыть. Это империализм. А до империализма стадия какая была? Вот сейчас некое, давайте конкурировать. Как вы будете конкурировать, если у нас какой капитализм? Капитализм у нас монополистический. Это надо запомнить на всю жизнь. Но это не значит, что он будет всю жизнь. Он тогда в историю уйдет. Монополистический капитализм. Это что значит? А раньше был, с чего начинался капитализм? Вы делаете, вот она делает пирожки. Да? Вы делаете пирожки. И я делаю пирожки. И мы стоим вот здесь вот на уголочке с вами и продаем пирожки. И вы меня моложе и красивее. Вы продаете пирожки по 30 копеек, а я по 25. У кого будут покупать? Потому что вы красивее? Нет, пойдут ко мне, потому что у меня дешевле. Я потом смотрю, все равно идут к вам. Тогда я еще демпинг применил. 20 копеек у меня будет. А у вас 25? 15 копеек. Все, к вам уже не идут. Идут прямо ко мне, 15 копеек берут. Ваши пирожки сгнили. А мне 10. Никто их, никто их не берет. Ваши пирожки не берут. Конкуренция как делается? Если мы с вами производим одинаковые товары, кто должен выжить в этой конкуренции? Вы или я? Или вы, или я. Правильно? Если вы меня победили, то меня больше нет. То есть не то, что меня физически нет. То есть меня нет как конкурента. Вы меня можете взять на работу, если вам понравилось, как я тут с вами воевал. А можете сказать, что вы со мной воевали, я даже вас на порог не пущу. Я ничего не сделаю, потому что я стал безработный, и собственности у меня нет. Я разорился. Отсюда вывод какой? Конкуренция, товарищ конфликтолог. Это же конфликты все. Конкурентный конфликт. Вот эти конфликты. Конкуренция – это самый такой сильный конфликт при капитализме. Она ведет к чему? Либо вы, либо я. И вы в этой области стали монополистом. Когда вы со мной конкурировали, вы цены понижали. Правильно? Чтобы меня поставить в положение, что я вот не могу этого сделать. А вы выиграли. А когда вы выиграли, что вы сделали с ценами? Вот, повысили. А вот, и вот мы теперь. А вы повысили. Итак, когда это во всех отраслях произошло, получился монополистический капитализм. Так вот в России, Андрей, монополистический капитализм сейчас. Монополистический. То, что мы не империалистический хищник – это факт. Но у нас тоже монопольная экономика. Ну, что у вас не монопольная? Скажите, пожалуйста. Ну, скажите, вот сетевые магазины, кто у них собственники? Да, вообще это не российские собственники, кроме Магнита, Краснодар. А все остальное – Ашан, чья собственность моя? Что, не интересуетесь, чья это собственность? Ашан – это русское слово? Ашан – французское. Французское. Ашан – французское. А пятерочка что, русское что ли? Одни – французские, другие – английские, третьи – из Виргинских островов. Русское всего одна компания, одна сеть – это вот Магнит. Все остальные иностранные. А если не иностранные, то есть монополия есть. Но все равно это монополия. Кто может соревноваться с Магнитом, вот мы можем с вами сцать и продавать семечки? Спросит вы, девушка, живой, хотите быть? Не приходите больше с семечками сюда. По-доброму вам говорим. А бабушка, если стоит, бабушка, у вас муки есть? А вы хотите, чтобы они оставались? Не приходите. Видите, продают семечки теперь на улице? А раньше продавали. Сейчас вообще почему почти ничего не продают? А? Сейчас почти ничего не продают. А в лук продавали? Да, понятно почему. Вот еще у метро кое-что продается, это что, значит, кому заплатили? Ну да. Полиция-то вам же не милиция? Да, я скажу. Так, значит, и того. Пришли мы к результату, к которому шли. Что существует две фазы капитализма. Низшая фаза называется капитализм свободной конкуренции. Вот там конкуренция, конкуренция. Часто люди, которые болтают о конкуренции, дураки. Потому что мы уже это проехали. Какая конкуренция, когда кругом монополия? Вы можете конкурентно решить вопрос с ЖКХ? Можете не платить. Вас выселят. Вместе с чемоданом выставят. До свидания. Все хорошие. Вы с какой? С Газпромом хотите ободаться? По ценам на газ? С Газпромом? У вас сколько стипендии? 1500? Нет. А знаете, сколько зарплаты у членов правления Газпрома? 15 миллионов в месяц. Старые у меня данные. Старые сейчас я безнадежно отстал. Наверное, гораздо больше. У уборщиков там тысячи стоят. А? У уборщиков. У уборщиков? Да. А вы тут прозябаете конфликтологи? Несчастные бедняки. Пролетарий нищий. С кем я имею дело вообще? Так. У нас какой-нибудь государственный. Государство какое у нас? Капиталитическое? Ну. А вы кто такой? Андрей. Вы еще и не знаете, но мы вам дадим. Государство, вы знаете, что оружие? Орудие силы. Это тюрьмы, лагеря. Вот. Двойку выгоним из университета. Все. Куда пойдете? В Газпром? Никто вас там не возьмет. Вы не знаете даже, что такое стадии мы живем. Сейчас решается вопрос вашей жизни. Ну, с вами-то все будет нормально, как всегда бывает. Знаете такую поговорку русскую? Милые бронятся, только тешатся. А у них кто со мной больше не бронится. Не хотят быть милыми. Смотри, странные люди какие-то. Они же конфликтологи. Должны знать. Это конфликтологи. Должны показать, что они умеют конфликтовать. Они же, если кто-то ничего не может со мной конфликтовать. Смотрят на меня ласковыми глазами. Ну, что это такое за конфликт? Вот только больные смотрят на меня ласково. Все остальные враждебно. Как подобает конфликтологу. Так. Значит, находились мы на стадии свободной конкуренции. Сейчас мы находимся на стадии монополистического капитализма. Но не принадлежим к той группе ведущих государств, которые грабят весь мир. И которые возглавляют Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас государство Европы собирается и начинает думать, как бы им сделать не так, как требует США. И делают они не так. Не особенно. Что требует США, то и делают. Ну, как Франция. Самостоятельная страна делала вертолетоносец по заказу. Потом ей сказали из Вашингтона. Так. Ну-ка. Чтобы не вздумали вы продавать этот вертолетоносец. Русским. Говорят, так они деньги заплатили. Верните деньги. Вернули нам деньги. Нам этот вертолетоносец, вообще-то говоря, не нужен. Это его Сердюков заказывал. Он совсем абсолютно нам не нужен. Зачем этот вертолетоносец? Когда у нас есть авианесущий крейсер. Вот. И этих вертолетоносцев мы что можем создать, сколько надо? У нас достаточно строительных заводов. У нас Балтийский завод. У нас есть Северный Верх. Правда, Северный Верх недавно. И Балтийский завод были в собственности кого? Чтобы вы не забывали, какой у нас капитализм. В кого? В чей собственности? Одного человека, члена федерации Пугачева. Ну, у него отобрали это в итоге. Оба завода. А он убежал на запад. Но Балтийский завод уже не Балтийский завод. На Балтийском заводе огромные долги. А теперь ООО Балтинвест. То есть такая операция проведена, что как бы вот вы все в долгах, как в шелках. Ну, вы переименовываетесь. Средства производства, работников переводим. А это вот со всеми долгами остается. И висит там. Забастовка была на Балтийском заводе. Путин приезжал. Отобрали вот таким образом у Пугачева. А потом он взял и закрыл Межпромбанк свой. Который он тоже собственник. И тоже там у него махинации были жульнические. Его начали преследовать в уголовном порядке. Он убежал за границу. Итог. Две фазы существуют или две стадии. Все равно, как говорится. Капитализма. Капитализм свободной конкуренции и монополистический капитализм или империализм. То есть это одно и то же. А? То есть это одно и то же. Это одно и то же. Монополистический империализм – это монополистический. Потому что империализм – это название общее. А монополистический капитализм – это раскрытие этого названия. Что значит империализм? Монополистический. Но только у Наполи – это не у всех не одинаковое влияние. Потому что по общему правилу, во времена Ленина было несколько империалистических хейстиков, но зато был весь мир империалистический. Сейчас не весь мир. Миллиард триста восемьдесят миллионов, вычтите, нет, миллиард пятьсот, если взять соцстраны. Так? Из семи миллиардов. Миллиард пятьсот не живут при империализме. А все остальные живут при империализме. Нельзя сказать, что мы живем в империалистическом мире. Мы с вами живем в империалистической части современного мира. Мы не в Китае живем, и не в Вьетнаме, и не в Корее, и не в Лаосе, и не на Кубе, а живем мы в России. Мы жили в социалистической части, вы не жили, я жил. А сейчас живем в капиталистической части. Бывает революция, бывает контрреволюция, бывает движение вперед, бывает движение назад. Что тут удивительного? Что-то вас удивляет, нет? Никого. Во Франции после буржуазной революции снова было такое, как восстановился феодализм. Феодальная власть снова. Было такое дело. То есть ничего такого для истории. Для истории это мелочь. Сто лет туда, сто лет сюда. Ничего не значит. Это вам значит. А история? Вот у нас человек знает, что такое история. Правда ведь? Ну, если что, обращайтесь к ней. Так. Ответили мы на этот вопрос? Разобрались со стадиями? Все. Стадия и форм. Или стадии, или фазы, или этапы. Как угодно. Так. Хорошо. Вопрос нужно разобрать все. Как фазы и стадии. Так как всего-то. Значит, в этом и капитализм. А коммунизм имеет сколько фаз? Я по-другому поставлю вопрос. Коммунизм в своем движении после социалистической революции сколько проходит этапов? Сколько? Прямо уже социализм. Тра-та-та. Да после революции какой социализм? Вот представьте, сегодня сейчас вот у нас в России совершилась социалистическая революция. Только мы еще не успели почитать в газете. И вчера Владимир Владимирович объявил об этом. А мы еще не знаем. Вы читали газеты? Выступление Путина слушали? Так вы, наверное, не знаете. Уже социализм. Все. Ну, как вы сказали, социализм-то, что? Что будет сразу после того, как власть будет, социалистическая власть, ведь революция, это переход власти из рук одного класса в руки другого класса. Ну, власть сменялась. А экономика как? Что с ней произошло с экономикой? Когда смеется власть? Что? Откладок. А? Откладок в одном, это там изменение. Ну, что с экономикой произойдет на следующий день? Второй день. Вот сегодня революция, завтра что с экономикой будет? Ничего не будет. Правильно. Молодец. Ничего не будет. Ну, как была капиталистическая. Но процесс начался. Какой процесс? Это процесс, который должен преобразовать экономику и превратить всю собственность в общественную. Правильно? Да. Вот, скажем, когда в России появилось, национализированные были предприятия. Значит, все знают, что революция была 7 ноября, 25 октября 1917 года. А когда национализация была? В 18-м году. В 18-м году, в январе. И что национализация уже означает общественную собственность? Тоже нет. Ну, напишите сверху, что это вот государственная собственность. Собственность всего народа, всего общества. И что дальше? Так что надо, чтобы она считала, не называлась, а была бы общественная соц. Надо, чтобы она планомерно подчинялась общественным интересам, всего производства. Правильно? А что она не подчиняется, это все только разговоры и красивые названия. И когда было налажено планомерное подчинение производству общественным интересам? Ну, где-то в 28-м году, примерно. В 28-м году появился первый годовые планы и первый пятилетний план, в 28-м году. А до 28-го года был переходный период от капитализма к чему? А? К чему? Ну, к революции. Что-то вы такое интересное сказали. Вы еще не повторяете. От капитализма к чему переход после социалистической революции идет? К социализму. А? К социализму. А социализм – это что? Одна из классов… Чего? К коммунизму. Ну, значит, к коммунизму переход. Вот переходный период к коммунизму. Перешли к коммунизму. Когда коммунизм у нас появился в России, следовательно? А он сегодня… Вот же, рассказывают вам, объясняют. Переходный период закончился, это переходный период к коммунизму. А что, социализм – это не коммунизм? Нет. Нет? Коммунизм – это же высшая фаза. А социализм – это не относится к высшей фазе? Это что, отдельная фаза? Вот вы человек, нет? Да. А вы скажете, нет, я не человек, я студентка. Так вы не говорите. Вам понятно, что вы человек. Молодой коммунизм – это коммунизм или нет? Нет. То есть молодой человек, то есть девушка – не человек. Понял. Все ясно. Андрей, а вы-то человек хоть? Вот Андрей – человек. А вы себя вычеркиваете. Их человечество, говорит, я – так вы человек в становлении, или нет? Может быть, в становлении. Как может быть? Так в становлении – это заканчивается. Если уже мы говорим, переходный период закончился. Переходный период от капитализма. У нас социалистическая революция, что имеет свои цели? Создание какого? Какой формации? Есть такая формация социалистическая? Кто-нибудь такой знает? Вы знаете такую формацию? Нет. Или у вас новое слово в науке? Нет. Нет. Значит, формацию, значит, социалистическая революция имеет переходный период. После нее начинается переходный период от капитализма к коммунизму. Он закончился в России в середине? Нет. В середине примерно. Почему? Потому что в городах только получился общественное собственность. А вы коллективизацию-то не взяли? Надо, чтобы и в деревне было, и все. Чтобы все средства производства были в общественной собственности. То есть, чтобы все производство подчинялось общественным экономическим интересам. Вот тогда у вас получается коммунизм. Как переведите на русский язык? Что означает коммунизм? Общее. Общее. Поэтому, когда говорят коммунизм, это означает только одно. Появилась общественная собственность. Когда она появилась? В середине 30-х годов. Исчезла частная собственность, появилась собственность общественная. Вот с этого момента коммунизм. А коммунизм может обратно уйти в переходный период? Вот Никита Сергеевич говорил, коммунизм в СССР, социализм в СССР победил полностью и окончательно. Можете что-нибудь победить полностью и окончательно, если стоять на почве диалектики? Вот вы сейчас полностью и окончательно все запомнили, можете забыть? Можете и забыть. Всяк может быть. Потом, может коммунизм, который появился с самого начала, быть свободным от традиций или следов капитализма? Ответьте мне, пожалуйста. Не может. Как это называется? Родимые пятна капитализма. А Маркс их так называет. И Ленин так их называет. Как называется коммунизм с родимыми пятнами капитализма? Во всех отношениях. В экономическом, нравственном, умственном. Как? Социализм. Что такое значит социализм? Это какой коммунизм? Молодой. Вот как вы, девушка. Родимые пятна. Кто мама у коммунизма? Капитализм. Капитализм, если родимые пятна. Ну вот. Вот родимые пятна капитализма. Вот коммунизм с родимыми пятнами капитализма называется социализмом. А коммунизм уже без родимых пятен. Как называется? Ну, как освободившийся от родимых пятен, развившийся? Как? Как называется? Это вот коммунизм неполный, а вот который освободился, это полный коммунизм. Или это коммунизм не развитый, а это развитый. Это коммунизм не зрелый, то есть социализм, а есть коммунизм зрелый. Ну, вот Андрей, он человек, он молодой человек, но человек же. И что вы человеком нельзя считаете, если вот мы с ним спорим, что он не человек? Мы с ним спорим, я с ним спорю как с человеком же, а не как и с тараканом. Значит, с тараканом вообще не надо спорить. Вот с тараканом я бы не стал спорить, только я потому с ним и спорю, потому что считаю, что он человек. Нормально это? Нормально. А он мне отвечает, тоже он считает, что тоже я человек, потому что если бы я был какой-нибудь дикобраз, он мне не стал бы отвечать. Зачем отвечать дикобразу? Он все равно не поймет. Значит, вот мы выяснили, что у коммунизма тоже есть две фазы. Низшая фаза. Можете считать первую фазу, вторую фазу. Можно считать низшая фаза, высшая фаза. Можно считать, что низшая фаза называется социализмом, а высшая фаза называется полным коммунизмом. Нельзя сказать, что высшая коммунизм. И низшая тоже коммунизм. Только это не полно, а это полно. Это не развитые, а это развитые. Это не зрелые, а это зрелые. Люди, которые этого не понимают, глупости всякие писали про развитой социализм. И с этими глупостями умерла КПСС. Потому что они во всех документах натолкали эту чушь насчет того, что у нас развитой социализм. Мы вступили в этап развитого социализма. Потому что социализм это не развитый коммунизм. Когда он разобьется, будет полный коммунизм. А если он развитый, то он не социализм уже, а коммунизм полный. То есть нет такого понятия, не может быть. И автора никакого нет. Все прячутся теперь. Ищите концы, кто это напридумывал, этот развитой социализм. Правда, шутники говорили так. Пишется так. Мы вступили в этап разве то социализма. Все слова отдельно пишутся. Разве то социализма. Или другие шутники говорили. Развитой социализм. И это такая высокая стадия социализма. Когда еще без денег ничего не дают. Но из-за деньги ничего купить нельзя. Ну, разобрались мы со стадиями. Значит, и капитализма, и коммунизма. Вот и там две фазы, и тут две фазы. И очень по строгим критериям. Там был капитализм в свободной конкуренции, стал монополистический. То есть империализм. Тут был не развитый, с родимыми пятнами капитализма. Ну, вот уже преодолели родимые пятнами капитализма. Без классовое общество у нас. Со стороны, без классовое общество? А? Без классовое. Но классы полностью еще не уничтожены. Деление на классы еще не полностью уничтожено. Оно уничтожено в основном. Антагонистических классов нет. Вот у нас с вами, вот с вами у нас есть различия? Да. Есть. Ну, у нас главное различие или у нас единство? Что-то вы сомневаетесь, что ли? Вы человек? Я-то не сомневаюсь, что я человек. А вы сейчас сомневаетесь? Нет. Нет. Вы считаете, я молодой человек, значит, не человек. А я считаю, что если вы молодой человек, то есть девушка, значит, вы человек. А раз вы человек и я человек, так у нас главное это общее. Ну, а по каким-то вопросам мы можем и поспорить. Вот мы с Андреем спорим, очень даже и хорошо. Он у нас все время на связи, мы постоянно с ней в ВКонтакте. Так. Разобрали мы этот вопрос о стадиях и фазах. Следующий вопрос. Какой? Консультация – это способ быстро выучить то, что будет долго, надо учить дома. Какие-то вопросы, если у вас что-то непонятное, спрашивайте. Потому что я-то ведь не буду так, как вы молчите. Я-то молчать не буду, я спрашивать вас буду и потом сразу оценивать. Экзамен будет короткий, так быстро-быстро и все. Ну, я профессионал, я могу определить, человек знает или нет. По ответам. Вот если она скажет, что она не человек, все, два. А если скажет, что человек, продолжаем разговаривать. Ну, правильно, как можно разговаривать с человеком, который считает, что он не человек? Все. Но она уже твердо решила, что она человек она. И это звучит гордо. Вот там у вас какие-то мысли есть у вас в голове. Ну, задайте вопрос. У меня вопрос про… А то я вам задам вопрос, и вы на него не ответите. Ну, там есть вопрос. О биографии, о культуре, о различных народах, о предпринимательных. Ну? Чисто терминологию говорить, или можно с примерами каких-то вознесенных? Значит, чтобы говорить с примерами, надо сначала сформулировать какую-то мысль. А потом эту мысль подтвердить примерами. А если вы мысли никакой не сформулировали, а говорите какие-то примеры, то они не примеры, а бессодержательные перечисления фактов. Понимаете? Вот это вот так надо сделать. Потому что если вы говорите о культуре, то поскольку это накопленный опыт человечества, так человечество многообразно и многолико. Поэтому если мы говорим о накопленном опыте человечества, он складывается как совокупный опыт самых разных народов и самых разных стран. Правильно? И самых разных людей. И поэтому такое многоцветие культуры и получается. И потом привести примеры. То есть сначала надо сформулировать какое-то общее положение, а потом привести примеры. Вот у нас есть здесь разные люди. Потом я привожу примеры. Вот вы, вы и я. И никого мы не вычеркиваем от людей. Но сначала надо идею сформулировать, потом приводить примеры. Так, еще вопрос. Вот вы как-то, я чувствую, не освоили эту тактику задавания вопросов. Вот один лектор приехал в горное село. И читал лекцию про компьютеры, про современные компьютерные языки. И сидят в этих папахах, в бурках, в горшках, слушают внимательно. Но потом думают, надо же вопрос задать какой-то в конце. Правильно? Лектор. Ну вот встает там, аксакал, и говорит, ну, про это ясно. Про компьютеры нам ясно, про языки компьютерные тоже ясно. А вот скажи, милый человек, как варенье в подушечке закладывается? И лектор посыпался. Ну, вы знаете, как варенье в подушечке закладывается? Вот вы, конфликтолог, Санкт-Петербургский университет, студент. Это будет отверстие есть. А? А сколько на это? Отверстие. Как? Нет отверстие. Я просто их думаю не могу. Она бы вытекла сейчас. Наверное, складывается. Что, сидят, наверное, вот это, да? Сюда наложат, сюда, потом склеивают, да? Ну, как вы думаете, это делают так? В сравнении с этой проблемой, то, что мы тут обсуждали, мелочь. Ну, ладно, это, ладно. Что заворачивает? Ну, вот это варенье. Варенье заворачивает? Вы когда-нибудь варенье заворачивали во что-нибудь? Нет, я не знаю. Что вы такое говорите-то? Кладываете. Накладываете. Сидят, накладчики, так, маленькие. Маленькие ложечки, так, и крышечки потом. Приклеивают, что ли, их? Ну, вот здесь какая-то формочка. Ну, формочка есть. Вот сделали. Вот две крышечки. Как бы, как бы, две этих самых, да? Отливки такие. Потом раз, и делают. О, этого, знаете, сколько будет конфетка стоить? 100 рублей штучка. Подушечка. При такой технологии. Нет, знаете, если как вафельница. Просто только квадратится. Подушечница. Ну, это вы уже, нет, вы уже ближе. Ну, я, короче говоря, вам задал вопрос. А вы-то еще вопросы имеете ко мне? Я же консультация. Вы зачем сюда пришли? Спросите что-нибудь? Или посмотрите, что другие спрашивают? Нет. Это как бы, это общий выход, так сказать, себя показать. На людей посмотреть. Какой у вас вопрос? Есть вопрос у вас? То есть, или вы человек, у которого нет никаких вопросов по курсу? У меня вопросов по экзаменам. Ну, тогда идти. Я думаю, что я готовлю два вопроса. Письменно. Письменно. Не более, чем по одной странице накажет. В форме вам удобной. Вы мне пишите, как хотите, так и отвечайте. А я буду оценивать. Чем хуже форма и содержание, тем хуже ответ. Чем лучше форма и содержание, тем лучше оценка. Что тут непонятного? Ну, понятно, что если вы что-то там не знаете, не вписываете то, что вы не знаете. Я потом спрошу, что это у вас. А вы скажете, я такой, я не знаю. Ну, если вы сдаете. Ну, да представьте, вот вы кандидатскую будете защищать. И туда не впишите то, что вы не знаете. Вас на защите засыпет. Ну, докторскую будете защищать. И туда зачем-то какую-то мысль поставите, ответ на который вы не знаете. Зачем это делать? Вы на экзамене хотите себя с лучшей стороны показать или с худшей? С лучшей, правильно? Ну, так и работайте над этим. А чего вы? Вот Андрей, он выбрал такую тактику. Сейчас вот со мной поспорите. А уже дальше спора нет. А на экзамене у нас тишина, мир. У него стратегия есть. Конфликтологическая. У вас-то какая стратегия? У вас стратегия такая, вы как при мне, от неправильного к правильному перешли. Видно, что она показала, как она развивается. А вы что показали? Вы показали, что вы пришли позже. Я думаю, что вы придете позже. И как свежий человек, знаете, свежая голова. Они тут сидят уже зачемленные. Вы раз и на все вопросы ответите. И объясните про стадию. Мы промолчали. И не использовали шанс. А он был выигрышным. Ну, это же экзамен-то в лотерее тоже. Надо в лотерее играть. Там вот сидят, спрячутся за спинами. У вас вопросы есть там? Как бы там спинозы у нас сидят. Вот они за спинами. Вопрос есть у вас там в задних партах? Нет вопросов? А это группа поддержки. Так, кто-то? А вот вопрос 37-й. Определение понятия революции. То есть мы определяем, что такое скачок, что такое переворот, революция, контрреволюция или просто что такое революция? Ну, вообще желательно, чтобы здесь написано определение революции, то надо дать определение революции. Вот попробуйте дать определение революции. А я буду сейчас придираться. Революция – это переворот или скачок, при котором вместо реакционного, ну, реакционный класс меняется прогрессивно. Переворот или скачок? Как-то у вас получилось? Хочу, это что, выбрать надо мне? Вы сами не хотите выбрать. Это переворот или скачок? Я создаю себе иллюзию выбора. Ну, в принципе, это может быть тем и тем. В принципе, так может быть или есть? Вас же не спрашивают, что в принципе революция или что революция? Переворот и скачок. Так, переворот и скачок. При котором реакционный класс меняется прогрессивно? Как класс может смениться? Реакционный класс какой был? Как был реакционный, и остается реакционным? Вы какая формулировка ваша дефектная? Ну, хорошо. В реакционного класса к власти приходит прогрессивно. Ну, это другое дело. Это формулировка уже не дефектная. На место, на место. То есть, а тот класс, который был у власти господствующим, перестает быть. И каким становится? Подавляемым. Подавляемым, подчиненным, да. Подавляемым. Ну, хорошая формулировка. Кто против такой формулировки? И то есть, вот этого будет достаточно для ответа? Конечно. Ну, если вы с самого начала и правильно даете. Я знаю, прекрасно. Второй вопрос. А если вы начинаете или, и мне предлагаете выбрать. Ну, я начинаю тогда вас ловить. Не надо этого экзаменатора ставить, дать ему волю, чтобы он начинал над вами издеваться. Экзамен, ну, все дело экзаменатора. Вот вам ответили, ставьте оценку и все. Вот вы мне сразу ответили, что я могу сказать. Ну, человек, ну, правильно, что я могу сказать против вас? Ничего. И против вас ничего я еще не сказал. Кроме одного, думаю, что вы что-нибудь какое-нибудь спросите меня. Или у вас вообще нет никаких вопросов. Это сомнительное. Пока у вас нет. А? Пока у вас нет. У меня еще не все вопросы проработали, поэтому, может быть, возьмите, но вы будете тратить. То есть, тогда у вас, когда у вас возникнут, у меня возникнут. И получится, что вы на них не знаете ответ. Вот плохо. Консультацию вы не использовали как такую возможность. А вот у товарищей, которые на последней парте сидят, у вас есть вопросы какие-нибудь? Я хочу вам сказать, вот что говорит преподавательская практика. Обычно те люди, которые готовы на отлично, они задают вопросы. А люди, которые не на отлично, они не задают вопросы. Мы просто в процессе используем вопросы. А? Мы в процессе поиска вопросов. А, у вас так вот как включаешь, там точку нажмешь, и там начинается поиск вопросов. Понимаете? Экран начинает мигать, идет, идет, потом раз в три вопроса выскакивает, и тогда вы задаете. Так уже сколько мы сидим с вами? Смотрите, сейчас уже 11.10. Час 10 прошло. Еще это для вас все идет? Может, надо перезагрузить? Компьютер. Ну, это вот важный вопрос, потому что, вот, один мы с вами рассмотрели, потому что по нему я оценку сразу поменял. То есть больше вопросов нет? Все, последний. Последний? Да. Можете сказать определение права? Я могу. А вы? Нет. Можем. Право? Разведенное в закон может быть использующим вопросом. Учитесь, молодой человек. Андрей, не стыдно вам? Стыдно. Вот это всегда бывает. Сюда ищут на стороне какого-нибудь, спросить профессора. И сидят люди рядом, знают. Истина от того, кто ее выразил, студент или профессор, не перестает быть истиной. Истина не зависит от субъектов. Правильно? Вот вы знаете истину? Какую-нибудь? Ну, какую вы знаете? Сформулируйте какую-нибудь истину. У вас время, вся жизнь ваша, это поиск истины был. Неужели вы за всю свою жизнь не нашли ни одной истины? Любую истину вы какую-нибудь сформулируете? Мы живем на планете Земля. Мы живем? На планете Земля. А вы с кем вот на планете, сколько мы? Вы всех имеете в виду? Мы. Кто это мы? Конфликтологи? Подожди. То есть конфликтологи живут на планете Земля. А я вот вижу, что мало задают вопросов. У меня остается впечатление, что вы живете на планете Сатурн. Потому что вопросов мало задают. На планете Земля надо больше вопросов задавать. Ну, это истину, да. Я оспорить не могу ваше утверждение. Можно вопросов? Да. Если в вопросе стоит понятие нации, понятие революции. Мы должны, если неправильное определение четкое, полное, то вопросов больше нет. Ну, у вас понятие. Понятие можно раскрыть. Понятие раскрывать. Определение – это что такое? Вот если вы вдумаетесь в само слово, определение – это положить пределы. Отделите это от другого. Даже в судебной практике есть. Если вы когда-нибудь знакомились с судебной практикой, а конфликтологи должны, наверное, знать, что суд – один из способов разрешения конфликтов. Правильно? Вот в этой судебной практике есть окончательное решение суда. Так оно и оформляется. Решение суда. А решения промежуточные не называются решением. Они называются определением. Суд определил. Что такое определил? Пределы положил. То есть вот вы спорили, спорили, обсуждали. Вот суд определил. Положил пределы. Вот, например, поэтому Гегель, кто он к этому подходит? Он говорит, есть определенность. Определенность – это что? Это первое. Это не бытие, принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Вот, например. У вас мучка на ушах есть? Есть. Нет, у него вот я спрашиваю. У него. У вас я уже мучил. Хватит уже. Мочка на ушах есть. Фамилия? Что? Фамилия ваша. Так мы заявили. А? Так мы заявили. Ну, как-то вы невнятно говорите. Вы спросите меня, какая у меня фамилия? Такая. По-моему. Вы по-американски говорите, а надо по-английски говорить. По-английски, если вы будете говорить про меня, то будет по-попу. А по-американски – по-попу. Дескать, мы господствующие нации, можете слушать, а мы не собираемся и рот раскрывать, когда с вами разговаривают. Ваша фамилия, молодой человек? Такмодидия. Такмодидия. Хорошо. Так вот, определенностью такмодидия является то, что у него есть мочки на ушах. Можете оспорить? Не может. Есть у вас мочки на ушах? Это ваша определенность. Более того, не только про него можно сказать. Вообще, определенностью человека является наличие мочек на ушах. Нету других животных. Вы не растение? Нет. Животные. И я животное. Мы с вами вместе. Остальных не будем трогать, они будут это рассматривать как обидное. Вы тоже не растение? Животное мы. Мы животное. Трое, по крайней мере, здесь животных, остальных не втягиваем в это дело. Значит, так вот, единственные животные, у которых есть мочки на ушах, это люди. Поэтому для определенности, чтобы выделить людей, достаточно этого. Это определение человека или только определенность? Ваше определение в том, что у вас есть ночка на ушах? Нет, наверное. А в чем ваше определение? В чем определение человека? Вот мы продолжаем отвечать на ваш вопрос. В чем определение человека? Разумное, трудящее. Животное. Во. Животное какое? Разумное, трудящее. С разумного начинайте. Или разумное потом появляется. С чего начинается вообще это? Становление человека? Нет. Не с трудящегося. Как он может трудиться, если он не общественный? Общественный. Вот и животное общественное. Пчелы – это животное общественное. Муравьи – это животное общественное. Да? Так вот, люди – это животное общественное. Трудящиеся – два. Говорящие – три. И разумные – четыре. Потому что если вы не говорите, то есть у вас нет еще понятий, так вы не можете выразить мысль. Поэтому он и не человек. Вот это определение человека. А то была определенность ваша. Мы различаем определенность. Определенность очень простая. Вот девушка в светлой копточке, и все. Но это не определение же, правильно? А она мыслящий разум. По Гегеле. По Гегеле, если к ней. Они говорят, что она мыслящий разум. И вы мыслящий разум. А вот эти ребята, они как-то мы еще проверим на экзамене. Экзамен же это проверка идет. Вот, надо проверять. На экзамене надо же думать. Так, еще. Есть вопросы? Нету. Я делаю вывод, что поскольку вопросов больше нет, то все присутствующие на консультации знают курс на отлично. Надеюсь, что так и будет. Что будет соответствием между моим предположением и той реальной практикой, которая у нас будет проходить 15 июня. В этот период есть время для того, чтобы упрочить это предположение, и чтобы сделать его уже не предположение, а непреложной истиной. Спасибо за внимание и желаю вам успешной сдачи экзамена. Экзамена. Что хорошее. Значит, расскажите мне вот тот вопрос, на котором мы с вами остановились. Как понимать надо? Какую роль вообще имеет вот этот принцип право нации на самоопределение, и как правильно его понимать и использовать? В целом, это право положительное, потому что оно дает... Получается, это право не позволяет пролетариат как-либо угнетать или присоединять республики насильственным путем, или оказывать на них какое-то давление. Почему только пролетариат? Не только пролетариат, просто нации, другую нацию. Одна нация не должна угнетать другую нацию. То есть нельзя силой удерживать в одном государстве. Силой. Это называется не положительное, а именно отрицательное. То есть в том смысле, что оно отрицает насилие. Но отрицать насилие не говорит о том, а что делать. Отрицать насилие – это говорит, что не делать. Правильно? А положительное значение? А в чем положительное решение этого вопроса национального? Во-первых, отрицательное решение состоит в том, что не надо принуждать ничего никому. Решение национального вопроса не должно быть принуждения. А положительное начало в чем? Какой лозунг-то? — Придори всех стран соединения. — Да. То есть я вас должен принуждать к тому, чтобы вы знали истину? — Нет. — Нет. А призывать я должен? Могу? — Да. — Да. Конечно. А если к истину... Истина одна? Или две? — Одна. — Или вы считаете, два раза два семь, а я два раза два три? — Одна истина. — Одна истина. Значит, если мы будем придерживаться истины, мы тем самым тоже будем в единстве. Потому что что значит пролетария всех стран соединяйтесь? Ну, соединяться-то надо на какой-то истинной основе, правильно? На какой основе могут пролетарии всех стран соединяться? Какая основа? — На доброволь. — На доброволь. Доброволь надо будет стоять у стенки и смотреть, как другие борются. Или как это? Связано с борьбой, реализацией этого? Какой борьбой? За что? — С борьбой за построение коммунизма. — Где? За коммунизм. А где? — В целом во всем мире. Вот смысл лозунга. Пролетария всех стран, соединяйтесь. А для того, чтобы они соединялись, не надо распугивать пролетария тем, что мы кого-то насильно будем в эту борьбу всякивать. Не ходите, не боритесь. Прогибайте в своем капитализме, а мы пошли вперед. Можем мы заставить вас, чтобы вы соединялись в один союз? Не можем заставить. А зачем вас заставлять? Вы сами пришли? За истиной. Разве я вас заставлял? Нет. Вы же истину ищите или нет? Ну, вот. Продолжение следует...